Нам нужно четко в течение года пригласить наших молдавских экспертов, которые остались, пригласить экспертов из-за рубежа, чтобы нам дали план развития страны. Что мы сажаем, в каком селе, где открывается завод. Если открывается завод, то мы должны возродить срочно училища и техникумы. У нас в течение 30 лет просто приватизировались предприятия. У нас на металлолом распилили железную дорогу. Сегодня у нас есть 4 этажа центра по борьбе с коррупцией, у которых зарплата 6 миллионов евро в год. Но они профукали все. Ландромат, Миллиард, Аэропорт и все остальное. Поэтому я ликвидирую ЧНИА из лучших сотрудников МВД, СИБА, прокуратуры. Я создам маленькую молдавскую спецслужбу, аналог МОСАДА. Потому что в таких ситуациях, как Плохотнюк и некоторые другие, которые скрываются, нужно качеством, а не количеством. Тут же не пойдешь в нападение с САПами в ту или иную страну. Мы обязательно должны ликвидировать систему районных администраций. Что это значит? Районный совет, зал забрал кинотеатр, взял-забрал участок земли, взял-забрал здание. Такого делать нельзя, ребят. В каждом городе, в каждом селе принадлежит город. Ведь примарь это человек, который администрирует объекты. Я национализирую все эти рынки и увидев, что с ним будет. Пусть они идут потом жаловаться в Европейский суд по правам человека. Пусть ищут, кому они занесли при Тарливе в 2008 году. Пусть они между собой разбираются. Пойдут первые деньги и люди увидят, что вот как я отреставрировал рынки за год. В Бельцах то же самое будет и в Огнецах, и в Фолештах, и в Вулканештах по всей стране. Нет, сидят 20 человек ездят на Мерседесах, а бабушки сидят сверху с клееночкой и ходят в сапогах на работу. В сапогах будут ходить те, у которых до сих пор были рынки. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.